Десна ТВ И в руках у нас оружие. Это лекарство, врачебная интуиция. Передача новой техники службе благоустройства. Вот эти люди, благодаря им, персоналу, я хочу выразить огромные слова благодарности, потому что эти люди приносят нашему городу большую пользу. Уже два месяца в составе МСЧ Десногорска работает новое отделение. В нем оказались те, кто не смог уберечься от коронавируса и те, для кого борьба с заразой – долг и миссия. На быт пациентов и врачей грязной зоны Десногорской больницы удалось взглянуть нашей съемочной группе. Одним из фронтов борьбы с эпидемией COVID-19 в Смоленской области стала медсанчасть номер 135 Десногорска. Медучреждение включилось в противостояние вирусу с 7 апреля. С того дня персонал отделения по лечению больных с COVID-19 начинают каждую свою смену с обязательного ритуала. При посещении грязной, а вернее говорить, красной зоны, мирозащиты максимальны. В специальной комнате одевают защитный костюм, респиратор, маски и последний штрих – защитные очки. Коронавирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Поэтому такой костюм – обязательное условие безопасности. Он закрывает дыхательные пути, слизистый глаз и кожный покров. При соблюдении такого дресс-кода можно отправляться к пациентам. После прохождения в красную зону обратного выхода через эти самые двери уже нет. Возвращение будет только через специальный шлюз. Путь до того самого шлюза у медработника занимает 12 часов. Столько здесь делится смена персонала, которая начинается с обхода пациентов. У нас палаты все на двоих. У каждой кровати подведен кислород. Имеется возможность для непрерывной ингаляции кислорода. Все палаты оборудованы с самыми головами. Инфекционный госпиталь размещен в бывшем родильном отделении, которое, переехав в другое помещение, уступило медицинское оборудование, операционный, родильный зал и палаты для размещения больных. Сюда попадают те, у кого подозревают или уже подтвердили COVID-19. Всего 15 палат для пациентов средней тяжести и интенсивной терапии. Главное отречие посредних – техническое оснащение. Благодаря этому состояние пациента находится под контролем не только врачей. Вот аппарат искусственной вентиляции, мониторы каждой кровати, электрооткопы. Вся техника новая, вся приобретена для работы именно в условиях этого отделения. В отделении по лечению больных с COVID-19 работает 8 врачей и 10 медсестер, поддерживая функционирование госпиталя 24 часа 7 дней в неделю. Каждый сотрудник на передовой борьбы со смертельным вирусом, условием победы в которой становится в том числе философское отношение к своей героической миссии. «Мы те же самые солдаты, с одной только приставкой медицинской службы. И в руках у нас оружие. Это лекарство, врачебная интуиция, наше сострадание». Покидают поле боя медики через санпропуск. Здесь снимают загрязненную спецодежду и принимают дож. Помещение организовано по шлюзовому принципу. Если открыта дверь на вход в этот отсек, то вторая дверь на выход из него в чистую зону обязательно закрыта. Это позволяет исключить движение воздуха между помещениями и распространение коронавирусной инфекции по госпиталю. Сколько еще придется работать врачам в таком особом режиме, наверное, не скажет никто. По ежедневным сводкам очевидно, опасность коронавируса в Смоленской области и в Десногорске в частности все еще значительно. Но помочь себе и врачам несложно. Следует продолжать соблюдать меры личной безопасности и не игнорировать рекомендации специалистов. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В автопарке коммунального предприятия служба благоустройства «Пополнение». Теперь там трудится новая комбинированная машина на базе «КамАЗа». В ближайшее время парк компании дополнится и новым погрузчиком. Ключи от техники вручил глава Десногорска Андрей Шубин. Этот оранжевый красавец теперь на страже чистоты и порядка. Комбинированная дорожная машина на базе «КамАЗа» – подарок своему городу администрации Десногорска. Событие действительно особенное, ведь в последний раз техника для службы благоустройства приобреталась 10 лет назад. Это итог успешного взаимодействия администрации Десногорска, губернатора Смоленской области Алексея Островского и концерна «Росэнергоатом» в лице генерального директора Андрея Петрова. Благодаря достигнутым договорённостям из резервного фонда губернатора Смоленской области Десногорску было выделено 60 миллионов рублей, почти 10 из которых были направлены на покупку этой техники у компании «Смоленские машины». Также мы ожидаем фронтальный погрузчик, новый тоже, который к нам придёт в 20-х числах июня. Мы его также будем использовать на уборке территории города. Ключи от новой машины глава города Андрей Шубин вручил генеральному директору службы благоустройства Андрею Олейникову, тем самым дополнив парк предприятия до 21 единицы. Вот эти люди, благодаря им, персоналу, я хочу выразить огромные слова благодарности, потому что эти люди приносят нашему городу большую пользу. Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Концы выпуска о погоде. 9 июня в Десногорске днём плюс 27 возможны кратковременные грозы. Ночью до 17 тепла. Оставайтесь в компании Десна-ТВ и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!